В последнее время рынок очень сильно падает, и мы видим это, и на рынке царит паника. Многие, кто купил акции, говорят, что надо продавать, все, все это упадет, никогда не вырастет. Ну а есть люди, которые наоборот считают, что надо начинать инвестировать прямо сейчас, надо покупать акции и так далее. Но с чего же начинать? Какие акции покупать? Какие активы вообще покупать? Что я рекомендую? Итак, здравствуйте, друзья, здесь Деметков Юрий. Смотрите, я когда рассказываю про биржу для чайников, с чего начинать, то я рекомендую начинать с самых-самых надежных инструментов. Там, где нельзя потерять вообще ничего. И сегодня речь пойдет именно об этом. Но смотрите, многие говорят, что вот акции растут, значит, они выросли 40% за год, некоторые 50% акций за год выросли, некоторые 2 раза. И это, конечно, здорово, но как купить такую акцию, которая будет расти? Для этого надо уметь ее покупать, для этого надо учиться. Ну, как учиться, как выбирать акции, об этом я стараюсь рассказывать на своем канале. То есть, есть критерии различные, там, фундаментальный анализ и так далее. Но если вы пока еще ничего не понимаете в том, что вырастет, многие говорят, да ну их эти акции, значит, они как только купят, тут же акция падает. Ну, вот, так сказать, практически 100% она упадет. Ну, на какую-то, так сказать, сумму небольшую, на самом деле. Но люди тут же боятся, пугаются. И они говорят, что все, зря я туда начал инвестировать. Значит, и тут же начинают продавать тот актив, который купили. А он тут же начинает расти. Они говорят, о, он вырос, он начал расти, зря дурак или дура там продала. Тут же, значит, снова покупают, и он тут же снова падает. Ну, и так далее. Поэтому, поэтому я предлагаю для того, чтобы научиться начинать с самых надежных инструментов, которые, ну, вы абсолютно точно не потеряете деньги. И многие спрашивают, ну, а зачем вообще инвестировать, если лучше хранить деньги в банке, например, и банк дает доходность, ну, скажем, там, 8%, сказать, там, дает доходности банки. Сейчас, наверное, некоторые, может быть, там, не знаю, я просто не знаю, сколько дает доходность сейчас банки, депозиты, потому что я этим не занимаюсь, я занимаюсь исключительно инвестициями на фондовый рынок. И сейчас вы поймете, почему инвестировать в облигации намного надежнее, чем в банки, во-первых. А, во-вторых, ну, с чего я рекомендую начать. Начать я рекомендую именно с облигаций, и именно с облигаций федерального займа, с государственных облигаций. Это облигации, которые гарантированы российским государством. Российское государство сейчас считается, ну, по параметрам самое надежное, грубо говоря, потому что точно, совершенно оно платежеспособно, потому что, ну, просто все ломится от денег в Российской Федерации. И если вам платят маленькую зарплату, то вы не думаете, что это потому, что у государства денег нет. Это просто государство вам их не платит. Вот и все. На самом деле денег полно. Итак, самый надежный инструмент, с которого я предлагаю начинать торговать, это облигации. Как же выбрать нужные облигации? Ну, вот смотрите, сейчас вы видите платежный терминал КВИК. И вот здесь вот сейчас вы видите все ОФЗ, которые, ну, существуют на рынках и которые торгуются. Их, ну, как-то кажется, что совершенно какое-то безумное количество этих облигаций федерального займа, которые надежны. Давайте попробуем отобрать те облигации, с которых можно начинать, ну, свою деятельность на бирже. Вот здесь название облигаций в этой таблице вы видите. Значит, дальше Т плюс гособлигации. Тип РФ, значит, государственные. Статус торгуется. Лот одна штука. Видите? Значит, минимальное количество облигаций, которые вы можете купить, это одна штука. Дальше, вот смотрим, вот уже сюда, в конце номинал. Номинал тысяча. Тысяча, ну, есть, значит, 400 рублей, 950 рублей, 1201 рубль, 1091 рубль. Это какие-то, ну, специфические облигации, на которых сейчас я не буду заострять внимание. Там, сказать, бывают облигации с дисконтом, ну, в которых там с амортизацией и так далее. Сейчас я не буду этого касаться. Валюта, российские рубли. Как же выбрать те облигации, которые нам нужны? Ну, давайте сначала я предлагаю выбирать, смотрите, ликвидные облигации, то есть, которые легко купить, легко продать. Дело в том, что когда вы только начинаете заходить на биржу, самая частая ошибка, то вы можете легко перепутать кнопку купить и продать, например, просто элементарно. То есть, вы нажимаете, а там, значит, вместо купить, нажали продать и все. И вы в результате можете войти в шорт. Так вот, на облигациях совершенно невозможно перепутать эти кнопки, потому что в шорт облигации продать нельзя. То есть, просто нельзя их в шорт. Понимаете? Вот, то есть, нельзя взять облигации в долг и продать в шорт. Это запрещено. Поэтому здесь вы не ошибетесь. Второе. Значит, смотрите, я предлагаю начинать с тех инструментов, которые самые ликвидные. То есть, смотрите, количество сделок. Количество сделок, ну, хотя бы больше, там, 100 штук за день. То есть, вы точно совершенно сможете продать свою облигацию. Есть вот облигации, там, две сделки за день, например, да. Но я не рекомендую такую облигацию покупать, потому что, ну, ее трудно будет продать, если вдруг вам потребуются деньги. Хотя сейчас мы поймем, что продавать их не надо. Вот. Итак, смотрим, значит, первое, первый параметр, который мы смотрим, это количество сделок в течение дня. Вы видите, что оно разное. Я здесь могу отсортировать это дело по количеству сделок. Вот самые ликвидные облигации. Значит, 2665 сделок, там, 1800 и так далее, и так далее. Ну, можно отсечь, чтобы было не меньше 100 сделок. Давайте так и сделаем. Сделаем фильтр такой. Сейчас его на эту кнопочку, наверное, нажать. Да, фильтр по количеству сделок. И мы делаем условие. Больше либо равно 100. Все, у нас количество уже облигаций сократилось очень сильно. И мы выбираем уже только ликвидные инструменты. Далее, что мы хотим от облигаций? Естественно, мы хотим, чтобы облигации давали какую-то доходность. Смотрите, вот здесь доходность есть. И давайте мы отсортируем по доходности. Облигации с самой лучшей доходностью это 9,67% годовых доходность. Дальше 9,66% и так далее. И самая нижняя 5,77% доходность. И еще одна доходность это 8,6% годовых. Остальные 9,37% и выше доходность. Ну, здесь уже все это варьируется. И вот эти вот с минимальной доходностью, посмотрите, они погашаются просто. В этом году погашаются. Давайте мы на них просто не будем смотреть и доходности будем больше, либо равно поставим 9,37%. Просто вычеркнем из этой таблицы. 9,37%. Вот так вычеркнули. Значит, список уже стал еще короче. Вот. То есть мы уже выбрали очень ликвидные инструменты, очень ликвидные облигации с доходностью не ниже, чем 9,37% годовых. А теперь смотрите дальше. Значит, самые нижние строки, значит, облигации с погашением буквально вот в этом году. Вот эта облигация будет погашена буквально через несколько дней, через 2 дня буквально. Ну, вот такие облигации. Вот 9, 2 погашения и так далее. Поэтому, поэтому, ну, их не стоит, наверное, брать. А самые высокие, так сказать, доходности, пожалуйста, вот тоже в этом году погашение и высокая доходность. Почему бы не взять их? Поэтому давайте мы, значит, доходность, мы изменим тогда фильтр наш. Ну, вот, 9,67, 9,67, 9,54, 9,47. Вот такая доходность. Вот. Давайте по доходности, значит, с максимальной доходностью. Ну, здесь всего-то вариантов с 9,67, вот они, варианты. И дальше 9,66, 9,65, 9,64. 2025 год, 2027, 25, 24, 28, 23 и так далее. Вот это вот очень важный параметр. Смотрите, вот эта доходность, которую нам показывает, это текущая доходность. То есть, это доходность, которая нам гарантирована, если мы будем держать эту облигацию до погашения. А погашение 2025 год, 2027 и так далее. И здесь есть очень интересный момент. И здесь есть очень интересный момент. Итак, смотрите, у нас количество сделок больше 100, то есть, легко купить, легко продать облигации. Это важно. Обороты достаточно большие, общее количество. Так, и, ну, цена. Смотрите, как определяется цена облигации. У нас есть лот, одна штука, есть номинал, 1000 рублей. Цена определяется, тип цены, процент от номинала. Поэтому, когда мы покупаем облигацию, там будет написано, смотрите, что будет написано в цене, там где-то 85,816. Что это такое? Это 85,816 процента от номинала. Мы покупаем фактически эту облигацию за 858 рублей 16 копеек. Что мы еще заплатим? Мы заплатим еще НКД, накопленный купонный доход к этому делу. И с нас еще возьмет брокер комиссию. Ну, хочу напомнить, что комиссия за облигацией там немаленькая, поэтому спекулировать здесь не стоит. То есть, если мы покупаем облигацию, то для того, чтобы она не упала и мы получили наверняка деньги, то надо держать как минимум 2 недели. Но надо уже смотреть, там есть варианты. Вот. Теперь дальше смотрите. То есть, мы покупаем облигацию, не смотрите вот на эту цену, там 85 процентов, смотрите на доходность. Доходность важнее. Что еще нам важно, когда мы инвестируем? Мы смотрим на погашение. То есть, доходность гарантируется к погашению. Что это значит? Смотрите. Вот сейчас у нас есть инфляция. Инфляция, ну там официальная, 8 с чем-то процентов. И я вам гарантирую, что ни один банк вам не даст, наверное, доходность по депозиту выше, чем инфляция. Ну, мало таких желающих банков. Вот. Поэтому облигации, во-первых, это уже лучше, чем вклад в банки, во-первых. А во-вторых, когда вы инвестируете, вы формируете инвестиционный портфель, то смотрите. У вас те облигации, которые мы берем, они где-то вот там далеко погашение. 2025 год, 2028 год и так далее. С каким годом погашения брать? Я вам очень советую брать облигации с годом погашения. Чем дальше, тем лучше. Если вы рассчитываете на то, что уровень инфляции, ну, всегда Банк России будет сдерживать уровень инфляции. Ну, по крайней мере, пока председателем Центробанка является Набиулина, она считается очень-очень успешным председателем ЦБ, то она считает, она говорит, что у нее цель – таргет по инфляции. Таргет по инфляции у нее там 4,2% по-моему инфляции. Сейчас, естественно, инфляция повышенная, то есть 8 с лишним процентов. Поэтому сейчас ставка повышается. И что происходит с повышением ставки? Смотрите, у облигаций есть фиксированная купонная доходность. Вот он, размер купона 22,44. Что это значит? И длительность купона 182. Это значит, что 182 – это ровно полгода, 182 дня. И каждые полгода по этой облигации выплачивается по каждой облигации 22,44 рубля. То есть, здесь 44,88 рублей вы получите в год. И за счет чего же тогда, ну, вроде бы, получается доходность-то 4,49% доходность. А тут она декларируется 9,67. За счет чего декларируется такая доходность? А за счет того, что цена низкая 85,816% от номинала. Потому что мы-то платим деньги за облигацию, у которой номинал 1000 рублей. Мы за нее платим 858 рублей. Вы видите, да? 16 копеек мы за нее платим. А купоны начисляются на 1000 рублей, потому что купоны всегда начисляются на номинал. Что это значит? А это значит, что доходность облигаций федерального займа, она достаточно жестко привязана к инфляции. И, ну, естественно, никто не будет покупать такую бумагу, которая дает гарантированную доходность ниже, чем инфляция. Правильно? Она должна быть выше, чем инфляция. Поэтому, ну или, по крайней мере, сопоставима с инфляцией. Поэтому здесь доходность 9,67%. Теперь дальше смотрите, слушайте внимательно. Если мы считаем, что инфляция будет снижаться, а цель председателя ЦБ именно таргетирование инфляции на уровне 4,5%, то что это значит? Это значит, что инфляция когда-то начнет снижаться. Причем начнет снижаться она буквально вот либо в этом году, либо в следующем, потому что представитель Центробанка планирует снизить инфляцию. К чему это приведет? К тому, что будет сейчас процентная ставка, учетная ставка ЦБ повышается, то есть она уже повышена, ну там 8,7%, по-моему, процента сейчас учетная ставка. То есть дальше уже поднимать ее особенно некуда. И учетная ставка начнет понижаться. Что произойдет в этот момент, когда начнет понижаться ставка ЦБ? Она начнет понижаться, потому что ЦБ таргетирует инфляцию на уровне 4% и она будет ее снижать до уровня, ну до 6% и так далее. Что произойдет? Так вот, когда ставка ЦБ начнет понижаться, то на каждый 1% понижения ставки приблизительно на 10% будет расти цена за облигацию. То есть смотрите, у вас гарантируется, что вы получите 9,67%, но вы сможете продать ее раньше, тогда, когда ставка начнет понижаться. Понимаете? Когда ставка ЦБ начнет снижаться, стоимость самой облигации резко пойдет вверх. И наоборот, когда ставка ЦБ повышается, стоимость облигации снижается и поэтому стоит и дальше покупать облигации. Потому что мне некоторые говорят, вот там купил облигации и значит они там какую-то доходность дают, вообще низкую, никакую доходность они дают. Лучше бы я купил акции, но акции-то сейчас упали на 20%, а облигации, да, они тоже упали. И поэтому, ну смотрите, 85%, но я думаю, что человек брал облигации где-то по 98% от номинала, 96 может быть процентов, сейчас 85%, они здорово упали. И если сейчас их взять и когда ставки начнут снижаться, за счет чего они снижаются, за счет того, что цена на облигации будет увеличиваться. Поэтому вот сейчас, когда ставки, на ваш взгляд, будут максимальные, самое время покупать облигации, потому что их можно будет продать. Мы, смотрите, покупаем облигации самые ликвидные, то есть они обладают ликвидностью, свойством ликвидности, а во-вторых, мы можем их продать в любой момент. Теперь какие именно облигации надо покупать? Смотрите, для того, чтобы сформировать долгосрочный инвестиционный портфель из ценных бумаг, можно сделать следующее. То есть, смотрите, вот есть такой дата выплаты купона. Давайте мы отсортируем по дате выплаты купона. Смотрите, купоны выплачиваются в феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне и в июле. Почему дальше нет даты выплаты купона? Да потому что все они с длительностью купона 182, ну в отличие от первой. Ну, первую давайте исключим, вот, и получается, что дальше будет в июле, в августе будут уже выплачиваться купоны по вот этим двум облигациям. Раз, два, три. То есть, смотрите, мы покупаем, мы покупаем вот эти две облигации. Смотрите, значит, дальше смотрим. Так, вот она, 09.02, 16.02, 9.66. Все, мы покупаем вот либо эту, либо эту одну облигацию. И мы получим уже в феврале купон по этой облигации. Ну, например, у нас, скажем, 12 тысяч рублей. Мы покупаем одну облигацию с выплатой купона в феврале, вернее, даже 6 тысяч рублей. Каждые 6 тысяч рублей мы можем купить следующее. Одна с выплатой купона в феврале, другая с выплатой купона в марте, третья облигация из шести, из каждых шести облигаций с выплатой купона в апреле, дальше в мае, соответственно, в июне и в июле. Выбор здесь невелик, и всюду есть облигации с доходностью 9,67%. Вот их и берем. Собственно говоря, поэтому вот каждые 6 тысяч рублей, вот 6 тысяч рублей мы можем вложить в 6 облигаций, которые мы купим, и вот смотрим на доходность. Все. То есть, если у вас, например, есть 60 тысяч рублей, то мы вкладываем 10 облигаций, покупаем вот с этой доходностью, 10 облигаций ОФЗ 26215. Значит, дальше мы покупаем, вот она вот облигация, 0,2, 0,3, покупаем 10 облигаций, 26, 223. Дальше мы покупаем еще 10 облигаций каких? Да вот этих вот, 6 апреля выплата купона будет, это будет облигация 25084 и так далее. Таким образом, когда мы формируем свой портфель уже из 60 тысяч рублей, то у нас уже капают купонные выплаты по этим облигациям ежемесячно. И если мы сформируем такой портфель из 60 миллионов рублей, например, то, соответственно, у нас получается ежемесячный пассивный доход. И дальше, по мере того, как облигации погашаются, то мы берем и деньги, которые нам будут выплачены после погашения, значит, номинал, то мы вкладываем их в новые облигации. Вот таким образом формируется абсолютно надежный, абсолютно просто вот спокойный портфель инвестиционный на основе вот этих облигаций. И это абсолютно чистый, абсолютно нормальный пассивный доход. Да, он будет маленький, ну а как увеличить доход? Об этом я рассказываю на своих видео, на своем канале. Значит, есть фонды облигационные, конечно же, есть фонды инвестиционные и так далее. Поэтому я рекомендую вам начинать именно с облигаций. То есть это абсолютно вы ничего не потеряете, а потом вы потихонечку уже начинаете брать акции. Сегодня мы рассмотрели с вами облигации федерального займа, то есть самые-самые надежные. Есть облигации с повышенной доходностью, это корпоративные облигации, но об этом будет речь в другом видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк, подписка, задавайте вопросы и до встречи. С вами был Демитков Юрий. Продолжение следует...